Всем привет, я Даша Кей, это Вика, я думаю, она не нуждается в представлении. Ее канал называется Ков Казакет. Мы сегодня будем повторять азиатский макияж. Я думаю, вы все видели эти накладные носы. Такие прям эпичные ролики. Сколы. Что у нас есть? Что ты принесла? У нас сегодня, смотри, да, я пока все дома. Я тебе, дорогой друг, тут с подарками. Я зашла в Криолан и купила расходники для этой техники. Это специальный гриморский скотч, он прозрачный и из трех видов, которые там есть, мне сказали, что этот самый крутой. То есть он действительно предназначен для того, чтобы затягивать щеки, да? И говорят, что этим даже можно сделать Белла Хадид, этим можно прилепить щеки, этим возрастных актрис гриммируют. Ой, у меня вышел видос, делаю макияж Белла Хадид, и я думаю, я затянула хвост, и ничего не получилось. Я сейчас научу. Короче, нужно сделать вот здесь вот две косички, вот небольшие, и скрепить их крючком сзади, и все будет. У меня волос не хватит. Все нормально, у тебя очень много волос, и у тебя будет просто эффект. Девочка-девочка, а ты чё такая веселая? Вторая вещь, которая нам нужна, это гримёрская глина, или какой-то еще такой гримёрский пластилин. В нашем случае это гумокс. И меня заверили, что вот это самая понятная и простая вещь. Я специально взяла большой объем, потому что подумала, что если что, один сломал, другой потерял, чтобы мы могли сделать много носов. В общем, никогда не пробовала с этой штукой работать. Раньше работала другим от Мэйрон, но сейчас его не нашла. Блин, мне правда интересно, как работает этот скотч. Сейчас будем лепить. А слушай, нужен еще, по-моему, клей, чтобы приклеить на нос. Хотела сказать как раз о том, что если вы хотите ходить на Хэллоуин или куда-то на вечеринку с этим накладным носом, то вам нужен клей. Но это для кожи не очень хорошо. Мне сказали, что если это на одну съемку и снять через там два часа, то можно сделать без. Отлично. И опять же, на видюшках мы видели, что люди так делают. Мы начнём. Да, я как кореянка настоящая в бегудюхах. Я волосы просто сделаю прямопробор и ничего придумать с ними не буду. Будет красиво. Если что, у меня есть накладная челка еще в конце. Я еще не забудь мне напомнить про линзы. Хочу надеть какие-нибудь светлые или увеличивающие глаза линзы. Ну, в принципе, что, поехали. Ну, смотри, мы должны накраситься, а потом... Я, кстати, могу линзы снимать. Я не могу линзы снимать. Ой, вот это вообще красиво. Когда... Ну, красивое оно, когда она снимает вторую кожу. Она снимает... Это жастя, ребята. Ну, у меня тоже есть малярный скотч. Мы можем прям вот так вот отрывать ее от лица. Я думаю, что мне нужно вот так вот прям щеки наклеить себе. Это латекс? Это похоже латекс, да. Офигеть. Мать моя. Блин, нужны какие-то аксессуары. Я не знаю. А-а-а. Что делать, если у нас европейский нос? Хорошо. У меня есть горбинка, но твой нос идеален. Как бы, что можно с ним сделать? Они делают, как твой. Думаешь? Кстати, я думала, что... Ну, типа, куда мне лепить еще? Ну, ты сделаешь с горбинкой. Я думала, что вот эту часть, чтобы он совсем был выпрямленный. Ну, да, нужно тонкую. Ну, как-то утончить его. Я просто уже хочу себя утянуть. У меня есть второй подбородок, у меня должно получиться, короче. Ну, не знаю. Знаешь ли, как бы. Я линзы не умею в процессе снимать. Я не знаю, как вы это делаете. Я вчера в кино сняла одну линзу и вышла в одной. Один глаз видит хорошо в линзе, а второй минус три с половиной, и все нормально. Я просто иногда реву, когда не могу снять линзу. С щипцами пытаюсь, которые там... Не, я могу, мне кажется, с другого человека набегу вот так вот снять. Давай нарисуем брови, чтобы нас узнали. Да. Ой, у нас тут, конечно, вкусняшка. Много рекламы, у нас тут мюсли, шоколадка. Понравилась? Мне очень даже неплохо. Безвкусная абсолютно вещь. Ну, конечно, еда вся очень безвкусная. Например, вот фисташки чищенные. Фисташки вообще отличные, они топчик. Но у меня сегодня только мой дорожный набор, я схватила дорожную... Я буду повторять за тобой, просто никому об этом не говорю. Я тоже немного затонирую область. Глаз, ну и бровей. Век, наверное. Вот это кисточки твои пушистые. Раньше я никак не понимала, типа, как так пушистой кистью можно наносить тон. Знаешь, брови будут более азиатские, если у нас будет теплый оттенок использования. Бровей, да? Да. Свой цвет и очень теплый цвет. И мешаю. У меня есть карандашик от Vivienne Sabo, третий оттенок, они очень теплые. Да, даже персиковый добавлю на внутреннюю часть брови. Ой, какой рыжий вообще. Все, идеально. Продолжай. Продолжай. Ты была в Корее когда-нибудь? Нет. Я очень люблю Корею, но брови только сейчас начали делать цвет волос или хотя бы хоть какой-то логики. Раньше девушки с любым цветом ходили с оранжевыми бровями и все у них было хорошо. То есть как бы и тут внезапно ты видишь девушку с рыжими волосами и у нее не оранжевые брови. Так хоба. Или бордовые волосы и серые у нее внезапно. Ну а у нас так и ходит. У нас любой цвет, брови черные. Но очень часто, когда я фотографируюсь с блондинкой, у нее брови намного темнее, чем у меня. Если люди до сих пор умудряются каким-то образом рисовать себе нерастушеванные в этой области брови, то как бы что мы говорим оцветим? Мне кажется, это наша вина. Мы должны делать больше видео и больше об этом говорить. Ну вот я сделала видео бровя. Да блин, у меня с 2016 года я видео растушевываю от кончика к внутреннему. Я беру консилер MAC в оттенке Enso 15, но он светлый. Немного его выдавливаю. Ты смотришь какие-нибудь долгие видео на ютюбе, типа по 40 минут? Я поняла, что я сейчас пролистываю все. И я вчера была на безумно интересном фильме, и мне так хотелось его пролистать. На ускоренке, да, смотришь? Это жесть какая-то. Я смотрю или на ускоренке, или все пролистываю, и если я что-то нахожу, какой-то контент, который не пролистывается, это плохой. Я не могу. Я поймалась на мысли, что все, просто даже книгу я пытаюсь пропустить скучные моменты. Это ужасно. Мне кажется, нужно... Надо смаковать. Наоборот, да. Кстати, я люблю видео по 40 минут смотреть. Я никогда не смотрю на полтора, не знаю. Мне кажется, это убивает какую-то творческую... Все творчество пропадает, когда ты ускоряешь видео, и много кто смотрит на ускоренки. Типа, я посмотрю суть, а я наложила прекрасную музыку. Ой, я ее слушала. Ну там кто-то, допустим. Либо голос там определенный. То есть сейчас вообще, в принципе, очень модно убивать суть. Ютуб нас вынуждает делать просто контент. Ну, то есть, допустим, у меня убивали просмотры из-за того, что, типа, недели у меня не было, потом еще раз недели у меня не было. Если ты не выкладываешь две недели, ты уже никогда не получишь прежние просмотры. Просто никогда. Грустно. Грустно, что тебя все забыли. Да. А для кого-то это минус, а просто кого-то это раздавит. Все потому, что теперь нас оценивает бездушный робот, помимо того, что вы... И если вы не лайкаете, то мы никогда не наберем снова прежний объем просмотра. Серьезно? Абсолютно. Только если вы лайкаете, вы увидите нас со стопроцентной вероятностью в следующий раз. А если не лайкаете, то не со стопроцентной. Поэтому лайкните, пожалуйста. Поставьте колокольчик, упоминания, уведомления. Но с другой стороны... А дизлайк считается? Дизлайк тоже считается. Хотя ставьте что-нибудь нам, пожалуйста. Я правильно делаю? Мне кажется, у меня какие-то коричневые. Самое главное, чтобы твои глаза стали больше и круглее. Ничего, что это коричневый, а не розовый какой-то цвет. Мне кажется, сделать форму, а дальше можно... У тебя такая идеальная тушевка, я в шоке. Как ты это делаешь? Ты мне листишь просто. Я просто пытаюсь избавиться от пятен, чтобы ты не увидела это. Открес будем делать? Я даже не знаю. Я не знаю. Я чуть-чуть тогда добавлю еще... Ну, затемню немного уголок глаза, сделаю его немного, ну, как бы, грустным. И Даша к нам вернулась. Она поставила цветные линзы, увеличивающие. Берите максимально увеличивающие. У нас у обеих линзы с ободком, но есть прям вот просто огромные. В европейском модно cat eye делать, а в азиатском такой puppy eye такие. Угу. Слушай, у меня какой-то cat получается. Даша всегда, cat. Как мне уронить глаз, Вика, спаси. Представь, что они у тебя очень маленькие. Представь, что ты это я. Чуть-чуть такие маленькие глаза, вот ты все время говоришь, что ой, блин, чё. Нет, на самом деле маленькие. Для моих пропорций маленькие. У нас очень похожи на цвета типа. Цветотип вообще, да, практически одинаковый, только немножко цвет глаз. Ну, у тебя более медовый, у меня потянутый карий. Сейчас, конечно, можно отлично разглядеть мой цвет глаз. Отличное видео было бы, если бы мы накрасили друг друга. Да. Ну, это до завтрашнего дня, ты у меня, если останешься, то давай снимать. Можно? Может, постелишь меня? Да. В общем, ладно, я попытаюсь cat-cris исправить. Испортить. Тут уже ничего не испортишь. Беру немного консилера. Я, конечно, в этих линзах не вижу нифига. У меня такой туман. Я делаю cat-cris, закрашиваю консилером полностью область подвижного века. На мне 100%. Если мы сделаем cat-cris, поскольку тонкая полоска века, у нас будет макияж транс, прибухивающего такого, возрастного. А я сейчас что-нибудь розовое положу. Кстати, вот красивая розовая палетка. Ну, блестяшки. Блестяшки. Нюды-худы. Худо. Худо-нюды. Ну, давай я худо-худо. Вот этот. Я беру карандаш Beauty Drugs и слизистую прокрашиваю. Бежевый. Немного выхожу на слезнячок. Я сейчас тоже возьму какую-нибудь розовую блестяшку на века. Не знаю, ты взяла эту, да? Да. Каким-нибудь лайнером от тебя же поставила. Да. Он единственный... Ну, по-моему, он новый. Даже если он со звездочкой, им удобнее красить. Короче, лайфхак. Берете лайнер. Если у вас есть лайнер, который... Штамп для звездочек. Вы не знаете, куда его девать. Ну, не знаю. Что-то странное получается. Сейчас покажу немного макияж. Но это без ресниц. Но... Но что-то получается. Но он няшный, он увеличивающий. Я тоже перехожу к ресницам. Я опаздываю. Я буду сто пудов что-то другое делать. Долго. Какой-нибудь там нос лепить. Или тебе нос... А мне еще скулы. Нам нужно нос лепить, блин. Будет логично клеить ресницы над своими, если глаза небольшие. И азиатки так делают. Это же будет дико-крипово. Это будет дико-крипово, но издалека будет не видно. И главное, не на уголок глаза. То есть не создавать вот этот эффект лизи глаз, кош, кошачьих, кошка. Да. А на центр век. Да, то есть прям вот... Вот здесь я уже все доклеила. Здесь мне еще уголок нужны. А ты нижнюю не проклясывала светлую. Да, да. Вот я хочу это сделать. Любимый мой кушен Medi-Cure. У меня есть как раз питание шоколадками и стресс. И как раз таки этот с медикаментами помогает от прыщей. У меня вон маленькие друзья есть. А я пользуюсь, знаешь, каким-то твоим лайфхаком. Не помню, как называется, но знаю, что от Зеленой Дубравы. Как называется? Я же сама забыл, как он. Лени... Синтамицин. Ленименсинтамицинтами. У меня всегда такие уходовые продукты. И какая девушка не хочет себе, ну, как бы, хорошую кожу и ухоженное лицо. Вот я сейчас за уход больше, чем за макияж. Я это чувствую. Но у меня все вообще совсем наоборот. Я очень падка на вот такие яркие какие-то штуки, которые... В которых много талька и всего прочего. Мало, да, я еще. Ой, а что ты для моей кожи посоветовала бы, ну, так вот, на вскидку? На вскидку. Из ухода. Потому что я вообще не знаю. Я пользуюсь какой-то фигней. Могу за 50 рублей тональным... Ой, этим кремом для лица. Могу за 2000. Ну, то есть, как бы... Самый хороший совет, если все хорошо, просто не портить. И самый хороший второй совет... А, она начинает сама портиться, я тебе хочу сказать. Думаешь, Ленименсинтамицин у меня просто так появился? Я просто так про него знаю. Я прям под твой макияж тотально сделала. Я бы сказала, что, конечно, тип кожи важен. У тебя какой сейчас? Комбинированный? Нет, я даже не знаю. Ну, серьезно. Нормальный тип кожи. Ну, нормальный. Если вы знаете, какой тип кожи, у вас нормальный. Я смотрю на твою тушевку, и мне просто... И потом на свою, на твою, и на свою мне хочется рыдать. Я смотрю на свою, и думаю, господи, я бы на своем канале это не выложила бы никогда. Я бы просто тушевала бы до бесконечно. Смотри, лайфхак. Есть дешевый хайлайтер Smart Girl, белорусский. У меня здесь его остатки, потому что он все время бьется. Рассказываю тебе, короче, то, что рассказывают только ученикам обычно. Берешь его на пушистую кисть, если ты насвинячила тушевку. Он работает как ластик. Сейчас я растушу, и ты посмотришь на... Он делает блюр всей растушевки, потому что он такой сатиновый, и он цвета кожи. Как правило, все сатиновое, и нифига ни цвета кожи. Он цвета кожи, и он твою тушевку уводит просто в ноль. Я беру. Пользуйся. Практикуй. И это уже чище, по крайней мере. Это уже более норм. Немножечко сейчас, смотри, если станет ли моя тушевка лучше. Если не станет, то ты можешь меня ругать и говорить, что это неправильно. Чуть-чуть. Садлась гнила на этот трюк. Вот, и после этого можно... Он такая ппшка, да? Да. В общем, что-то получится в любом случае. Так, я беру сейчас тушь. Я даже не знаю, какую. Ну, наверное, Vivienne Sabo Кабаре. Я где-то делаю. Ой. Ой. Это у меня, кстати, с тушью, с одной из Vivienne Sabo, вот такое случилось. Ладно, возьму тушь, тогда Vivienne Sabo другую. Потому что нужно клеить нос. Угу. Уже прямо сейчас, да? Сколько доклеения носа? Пять, четыре, три, два, один. У нас есть шпатель. Я боюсь, что вот шпатель, пальцы и, в принципе, все. Мы берем пластилин. Первый случай, когда... Это гримерский пластилин, да? Да. Это специальный гримерский пластилин Гумокс. Это первый случай, когда мне кажется, что нужно было винишко просто перед макияжем. Это похоже на пластилин детский. Может, немножко помягче. Нам нужно взять немного. Это какая-то моя прекрасная няня просто с нами. Так, беру. Ой, а не нужно было тон нанести? По идее, нет. Нет? Он не будет лепиться. Катаем в колбаски. Нормальные азиатки катают колбаски. Про себя я не знаю, надо ли мне катать колбаску или мой нос и так... Ну, как бы у меня достаточно выраженный профиль. Мне кажется, я много взяла. И горбинка. Я думаю, ты взяла точно много. Я пробую. Не получится, буду переделывать. Ой, да он прекрасно клеится. Кривой нос немного похож. Так, у тебя прекрасно. У меня нет. В чем отличие? В чем разница? Тебе не жирная кожа? Может быть. Держи, да. Промогнуть жир. Давай. Я опять, мне кажется, много взяла, ну ладно. Много не ясного, хэштег. Так, я попробую шпателем, потому что руками как-то такое. По-моему, нужно как-то мочить руки, нет? Я попробую. Вот спрей Лены Крыгиной. Вот спрей. Пласс, Никс и Лена Крыгина. Я попробую фикс-плассом побрызгать себе на нос. Я не знаю, что получится. Простите за мой топ, который до этого уехал. Просто непонятно куда. Да, если честно, вообще запарилась уже спрей Лены Крыгиной. Теперь у нас будет полное понимание, что значит, девочки, накладываем макияж. Будем опытные в этом вопросе. Нет, я все-таки не верю, что они все время это делают. Нет, конечно, не все время. Это просто именно девушки, которые хотят быть отфотошопленными в реальном времени, которые разводят мужчин на деньги, которые в каких-то участвуют... С этим я точно никого на деньги не разведу. Понимаешь, это будет тест твоей харизмы. Так, не жалею. Выдавливаю этот аналог. Это так странно. Я просто выхожу из зоны комфорта. Когда ты блендером бьешь по фейковому носу, это такое странное ощущение. Фантомный нос. Ну что, ну смотри. У меня какие-то, правда, морщинки от него. Нужно туда залить тон. И сам этот гумокс, он собирается, когда мы ржем, он утекает. Ты посмотри по тону, как хорошо идет. Да. Держи бибишку. Мне кажется, это очень дорогое все мероприятие, потому что порядка тысячи, двух тысяч у вас уйдет на покупку этого гумокса. Где-то тысяча на гримарский скотч, если у вас нет обыкновенного, который сильно держит. А потом вы просто застрете всю квартиру из себя. Да. И вам нужна вот клининговая компания. Честно, брюком уже до свидания. У меня горбатый нос, это одна проблема. Лучше горбатый нос, чем горбатая гора. Я припудриваю, в общем, бьюти-драксовской пудрой. Она без талька или с тальком? Без. О! Класс. Две пудры, которые я делала, они уже без тальков. Я увеличила свой и без того высокий нос, и у меня получилась горбинка. Но если смотреть прямо, ну как бы. Сейчас я заскульптурирую эти места, то будет все просто прекрасно. Просто супер. Сто пудово. У меня попался в руки только никсовский. Максимально катастрофично. Терять мне нечего. Я даже сделаю подбородок. Сделаю. Я даже не делаю сейчас. Гмоксовская королева просто. Надеюсь, меня больше не позовутся детьми к своей сворке. Ты же судила? Ой, все, я контурирую. Как бы нового ничего не сделаешь. Зомби очень много. То есть сложно плагиат судить? Когда-то и так далее, это сложно. Сложно, крайне. Мне кажется, максимально стрёмного макияжа вот такого у меня еще не было. Это Итса Фишеля самый эво стрёмный макияж. Гмокс нос убивает. И самое веселое скотча наш. Мы уже такие замотанные, потому что мы сейчас на три сидим и просто делаем один нос. Мы просто ржем, и он отклеивается. Да тут только не в этом дело. Мне кажется, тут просто совокупность всех факторов. Так, я себе тоже отрисаю. Во-первых, нужно вам изначально или сделанный европейский нос, или азиатский нос. От тона что-то отклеивается. От тона отклеивается. Но все они делали на тон. Что-то он с ним. Нужно пудрить. Или нет? Я не знаю. Я просто постепенно приклеиваю и оттягиваю кожу. Что-то произошло, он просто приклеился к моему лицу. Что сразу, смотрите. Сколько? А почему квадратное лицо платье? Ну, какие кости у нас? Нет, нависает сверху жиль, типа. Странная тема, но вроде зафиксировалась. Мне, конечно, вырваться где-то волосы. А можешь отрезать? Ну, вот-вот-вот, прямо это. Треш. Почувствуй себя перебинтованным человеком после пластики, блин. Слушай, реально держит, как будто бы. Ну, как будто бы. У тебя просто все лучше, чем у меня. Но в моем состоянии только строительный. В общем, мы наклеили скотч. Я сейчас думаю, тонировать его сверху или нет. Честно, нафиг это все нужно. Просто старый добрый контур не сделает вам лучше. Я использую тинт от Saint Laurent в оттенке 1. Такой ядерный розовый цвет просто. Я нанесу прямо реально на руку. Возьму Beauty Blender и сделаю себе румяна. Не буду делать коррекцию, потому что мне кажется, что у меня просто поползет все лицо. Не знаю, как я сейчас тебе сопереживаю. И как я боюсь, что сейчас все это откомкается. Вы просто посмотрите, что там. Это прекрасно. Тебе очень интересно. Так и ходи. Тинт тоже нанесу на губы. Ну, в принципе, я могу двигать. Я боюсь двигать, потому что после несколько дорожала. У меня волосы приклеились. Адская борозда в этом носу. Ну, наношу, в общем, тинт тоже в корейском стиле, вовнутрь. Какие-то красивые туманы Боби Браун. И мы сейчас будем с ними делать что-то некрасивое. Манго Муд. Так, нет, я возьму кисть. Так продолжаться дальше не может. Использую палетку Beauty Bond. Новую кладку, наверное. Я даже не знаю, куда их нанести. Куда-то, в общем-то, наношу. Куда-то, на подвижное веко. И в складку немного. Мне нравится. Розовый цвет спасает все. Мы сделали все. Мы сделали все, да. Мы сделали наш макияж. Вот такой вот он получился. И этот макияж никак не получится без фильтров. Мы на них перешли. Это приложение Mew. Вот такой вот азиатский вирусный макияж у нас получился. Мы надеемся. Мы не уверены. Ну, он получился. Ну, он получился. У меня, правда, просто немного сломали мне нос. Ну, бывает всякое. Главный секрет – это фильтр. Но мы выяснили, что у всех есть склейки. И все переходят на приложение. И там все становится лучше. Поэтому давайте мы посмотрим, как в приложении. В общем, напишите нам, понравилось вам или нет. Напишите, повторили бы вы такой макияж за нами или нет. Лучше не повторяйте. Подписывайтесь на Вику, Ковку за Кет. Спасибо. Ну, и ставьте колокольчики обязательно, если я с вами. Спасибо. Продолжение следует...